Услуги многофункциональных центров пользуются большой популярностью у жителей округа. За три с половиной года количество обращений выросло на 474%. Рост объясняется как появлением новых услуг, сегодня их насчитывается 179, так и качественным обслуживанием. Сегодня население предпочитает обращаться в МФЦ, поскольку в режиме одного окна можно получить федеральные, региональные и муниципальные услуги. О достижениях и проблемах многофункциональных центров рассказал руководитель организации на рабочей встрече с депутатами окружного парламента. 7 тысяч оказанных услуг в 2014-м и 38 тысяч в 2016-м. Ежегодный рост в геометрической прогрессии – небывалый показатель для регионального МФЦ. Принцип одного окна оказался настолько удобным, что люди предпочитают обращаться не в государственные структуры, а идти в МФЦ. Поэтому двух отделений на город и посёлок искателей уже не хватает. Увеличение числа заявителей, из него следует то, что время ожидания в очереди, соответственно, увеличивается. Иногда в часы пик определённые, когда количество людей у нас достаточно много, люди сидят в очередях и час, и больше. Это, естественно, является нарушением 601-го указа президента, где чётко прописано, что время ожидания в очереди должно составлять не более 15 минут. По подсчётам сотрудников, очереди помогут разгрузить два новых окна. Предположительно, они будут располагаться в Качгарте – одном из густонаселённых районов. Сократить время ожидания в очереди поможет и оптимизация некоторых услуг в части социальной защиты. Многие из них идентичные, а получить их можно по разным талонам и отдельным пакетам документов. У нас проходит услуга ежегодная, где к дню пожилого человека они получают компенсацию, и ежемесячно перерегистрация сейчас происходит, имеется в виду 300 и 2700. На наш взгляд, они идентичны, категория заявителей одна. Можно сделать в одну услугу, чтобы человек приходил вообще один раз. Депутаты, в свою очередь, поинтересовались о готовности кадров для нового офиса. Эдуард Бухарин заверил, 1 августа будут обучены четыре специалиста. Подготовлено помещение, закуплено необходимое оборудование. Вопрос о финансировании нового многофункционального центра будет вынесен на сессию собрания депутатов 22 июня. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».